Крымчане и квартиры. О торжественном вручении ключей переселенцам из аварийных домов в Феодосии сообщили все крымские газеты и телеканалы. На новоселье приехали глава оккупированного Крыма Сергей Аксёнов и министр ЖКХ Российской администрации полуострова. Активисты взялись проверить, как живётся владельцам новых домов. Детали в сюжете. Вот подъезд, в который вчера торжественно открыли и вручили ключи от 40 квартир жильцам аварийных домов. Мне удалось пообщаться с несколькими жителями, в частности этого подъезда, которые сказали, что здесь переселенцев нет. Крымские активисты проверили дом, в котором якобы получили квартиры жителей аварийного жилья в Феодосии. Торжественное вручение ключей показывали крымские телеканалы. Пытность к крымоукраинским о переселении жильцов никто даже не думал. Теперь же мечты людей о чистых и тёплых квартирах начинают сбываться. Сразу 40 семей в Феодосии получили новое жильё по программе переселения. В сюжетах счастливые обладатели нового жилья пьют чай и получают подарки от Сергея Аксёнова. Тот обещает контролировать подрядчиков лично. Мы сейчас с жильцами договорились, я оставил телефон на своей приёмной, что проконтролируем, чтобы подрядчик выполнил окончательно все работы и довёл всё это до логического завершения. Можно делать за небольшие деньги относительно недорогими материалами, но меня никто не убедит, что нельзя сделать сразу ровную стенку, ровно обои наклеить, плентуса и так далее. Поэтому за это с подрядчика из этих шкуру спустим. По словам активистов, все жильцы дома покупали квартиры сами больше года назад. На видео видно ремонт и оформление подъездов. Обратите внимание на плитку, которая выполнена в абстрактном стиле. Плитка становится всё абстрактней. Мозаика Леонардо да Винчи использована. Переселенцев, которых торжественно заселили, в доме активисты так и не нашли. Сейчас здесь нет газа и отопления. Более-менее обустроили только один подъезд. Фактически в доме, который вчера так торжественно вручили ключи 40 семей, работает только один подъезд на 16 квартир. В подъезде живут люди, которые купили там квартиры. Получается вот такое очередное массовое очковтирательство произошло в Феодосии.